Дорогие сёстры, дорогие сёстры, вот мы с вами вновь в этом цикле лекций 30 дуа из Корана. Хвала Аллаху, мы с вами уже прошли половину пути этого курса. Да, вчера было 15 дуа по счёту. Мы сегодня с вами, иншаллах, заучим следующий дуа, уже 16 по счёту, который приходит также из Суры Ибрагим в 41 аяте. Вчерашний дуа был в 40 аяте, где он спрашивал укрепить стопы в совершении молитвы, в совершении намаза, чтобы не только он, но и его потомство было одним из совершающих намаз, чего и мы просим у Аллаха укрепить нашу веру, чтобы мы всегда были одними из совершающих намаз, как и мы сами, так и наше потомство. А 41 дуа, также мы берём это как пример от нашего пророка Ибрагима, а звучит он следующим образом. То есть это дуа о просьбе прощения родителей. Аллах Субхану Аталя часто в Коране упоминает после себя родителей, всегда говорит, поклоняйтесь мне, не ставьте мне сотоварищи и уважайте своих родителей, почитайте своих родителей. И, конечно же, мы, когда просим дуа за родителей, должны быть в какой-то мере быть уверенными в том, что и наши дети будут за нас просить. И у нас у всех есть дети, а у детей тоже будут дети, то есть наше потомство, которые по цепочке будут просить прощения у Аллаха за нас, иншаллах. Во-первых, прежде чем попросить прощения у Аллаха за родителей, мы видим, что Ибрагим, алейсалям, попросил сперва за себя прощения. И это всегда так и бывает. То есть мы сперва для себя просим прощения, а затем просим прощения для других людей. И, конечно же, самые близкие люди — это родители, а затем и все верующие, верующие во всём мире, и из тех, кто умер, и из живых. Здесь тоже хорошая дуа. Сейчас я его озвучу. Это не приходит в Коране, это всё от хадисов пророка Мухаммада, саллиллаху алейсалям. Аллах мафирли, то есть о прости Аллах му'менина, Всех верующих мужчин и верующих женщин. То есть и из живых, которые сейчас живы, и из тех, кто умер. И мы таким образом зарабатываем награду. То есть если вот это дуа говорить один раз, то мы один саваб зарабатываем, одну награду. Если 10 раз, то 10 наград и так далее. Когда мы спрашиваем прощение для себя, мы спрашиваем прощение и для родителей, а затем для всех верующих в этом свете, когда будет представлен счёт. Толкование садии по поводу этого аяда, в котором Ибрагим алейсалям спрашивает прощение для себя и для своих родителей, сказано, что одной из величайших милости Аллаха по отношению к Ибрагиму алейсалям было появление на свет Исмаиля алейсалям и Исхака алейсалям в том возрасте, когда люди обычно теряют надежду на рождение ребёнка. Ибрагим алейсалям и его жена Сара были в довольно большом возрасте, который не так уж и может стать причиной для имения детей. У нас в медицинске тоже есть какое-то ограничение в возрасте, которое становится причиной деторождённости, детоспособности, то есть тот, кто может иметь как и со стороны женщин, так и со стороны мужчины. Однако то, что им предстояло стать пророками и праведниками было ещё более славной милостью. То есть Ибрагим алейсалям увидел милость Аллаха в том, что Аллах даровал ему сыновей в том возрасте, когда он уже был не в таком молодом возрасте, ну и ещё милостью было в том, что и обе, и его сына стали пророками. И мы почитаем всех пророков, да будет мир над ними. Одной из столпов веры из шести столпов является то, что мы должны верить в Аллаха, верить в его ангелов, верить в его книги, и туда же входит вера в его пророков. Мы всех пророков почитаем, мы всех пророков уважаем. Для нас каждый пророк любим. И мы знаем, что каждый пророк будет в высших садах, в сотых садах рая, в сотых степенях рая. Аллах не заставляет долго ждать тех, кто обращается к нему с молитвами. Пророк Ибрагим алейсалям молился Аллаху, и Всевышний Аллах не дал его молитвам пропасть даром. Я надеюсь, что эта дуа о прощении сына вы тоже знаете. Это есть сурья с софат, выстроившиеся ряды в сотом аяте. Ибрагим алейсалям прибегает к Аллаху, спрашивая «Рабби хабли минас салихин». То есть «О Аллах, даруй мне сына салиха праведного». «О Аллах, даруй мне праведного сына». Кстати, я тоже спрашивала эту дуа, и я спрашивала дуа Закарии, алейсалям, это в суре «Али-Имран». Этого у нас не включено в наш цикл лекций о хавате. В суре «Али-Имран» Закария, алейсалям, спрашивает у Аллаха. Также он был в преклонном возрасте, и жена его была уже в таком пожилом возрасте, когда он спросил «Рабби хабли минля дунка зурриятен тойиба, инна ка самиу дуа». То есть когда он спросил «О Аллах, даруй мне праведное потомство, благое потомство, ведь ты слышащий мольбу». Тогда Аллах даровал ему «Яхью». Он тоже был пророком, которому тоже мы верим и любим, и мы знаем, что все пророки будут в высших степенях, сотых степенях рая. Ибрахим, алейсалям, когда попросил этой дуа, чтобы Аллах ему даровал сына праведного, Аллах даровал ему Исмаиля от жены Хадир. Аллах даровал ему другую жену Хадир, которая родила ему Исмаиля, пророка, алейсалям. А затем своя же жена Сара родила Исхака, от которых пошли и потомство других пророков. Мир над ними. Всевышний Аллах не дал его молитвам пропасть даром. Он принял все его молитвы, кроме той, в которой он молился за своего неверующего отца. То есть вот эта дуа, которую мы с вами сейчас заучим, которая касается простить его родителей, он просил прощения за своего отца, но эту дуа Аллах не принял, потому что отец Ибрагима, алейсалям, был одним из неверующих. Ибрагим, алейсалям, поступил так, потому что обещал своему отцу молиться за него. Когда же пророку мир ему стало ясно, что его отец является сущим врагом Аллаха, он отрёкся от него. По толкованию Абу Аделя сказано «Господь наш, прости мне и моим родителям». То есть пророк Ибрагим просил прощения для родителей до того, как узнал, что его отец останется неверующим. И всем верующим в тот день, в день суда, когда наступит расчёт, когда все люди встанут для расчёта перед Аллахом. Ибн Кассир тоже толкует «Господи наш, прости мне и моим родителям». Ибрагим сказал это до того, как отрёкся от своего отца. И ему стало ясно, что тот является врагом Аллаха. «Валиль му'менина». И верующим, всем верующим, «Яума якумульхисаб». То есть в тот день, когда наступит расчёт. То есть когда ты будешь отчитывать своих рабов и воздашь им добром за добро, а злом за зло. Значит, дуа звучит «Господь наш, прости меня, моих родителей и верующих в тот день, когда будет представлен счёт». Давайте, иншалла, рассмотрим арабский вариант. Мы всегда обычно начинаем с этого дуа. «Господь наш» во множественном числе первого лица. Игфир. «Раббана гфир ли, прости мне». То есть здесь идёт обоим моим родителям. «Валиль му'менина» и верующим. «Яума в тот день, якуму, когда наступит расчёт». Давайте повторим несколько раз. «Раббана гфир ли, ولвалидэй, وللمؤммининя, яума, якуму الحсаб». «Раббана гфир ли, ولвалидэй, وللمؤммининя, яума, якуму الحсаб». Господь наш, прости нас, прости меня, каждую сестру, те, кто слушают этот вебинар, моих родителей и всех родителей, тех сестер, которые слушают сейчас этот вебинар, и которые будут слушать и по записи, и в YouTube, и всех верующих мусульман, из тех, кто жив, из тех, кто уже умер и ушел в могилу для встречи с Аллахом в тот день, когда будет представлен счет. И дай Аллах, чтобы наши дети тоже за нас спрашивали дуа о прощении. Да услышит Аллах нашу дуа в этот священный месяц Рамадан. Ас-Саляму алейкунна ва рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ас-Саляму ва рахматуллахи ва баракатуху.